ДТП с двумя пострадавшими произошло в Наринмаре в минувшую пятницу. В районе дома 80А по улице Юбилейная столкнулись недорожники и легковой автомобиль. В школах и детских садах региона с этой недели начали работать пункты вакцинации. Сделано это для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Жизнь вдали от городской суеты. В нашем эфире расскажем об умельце из деревни Волоковая. В поселке искателей задержаны подозреваемые в жестоком убийстве. По версии следствия, 6 августа обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесли мужчине множественные удары руками и ногами по голове и телу. После чего сожгли потерпевшего заживо. Вчера, 22 августа 2021 года, на Рианмарском городском суде с участием представителя прокуратуры Ненецкого автономного округа рассмотрены ходатайства следователя Межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о заключении под стражу двоих обвиняемых в умышленном причинении смерти лицу, совершенном с особой жестокостью. Представитель прокуратуры в судебном заседании поддержал ходатайство следователя, акцентировав внимание суда на то, что лица обвиняются в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких. Ранее судимы не работают, оставаясь на свободе, могут продолжить заниматься преступной деятельностью, а также скрыться от следствия и суда. В связи с чем ориентировал суд на избрание обвиняемым исключительной меры пресечения в виде заключения под стражей. Суд согласился с доводом исследователя и мнением прокурора и заключил под стражу обвиняемых. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле в прокуратуре округа. ДТП с двумя пострадавшими произошло в Наринмаре в минувшую пятницу. Как сообщает отдел ГИБДД окружной полиции, 20 августа около 22 часов в районе дома 80А по улице Юбилейная столкнулись недорожники и легковой автомобиль. Водитель транспортного средства «Тойота» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу ВАЗу, который двигался по главной дороге в направлении поселка Искателей. В дорожно-транспортном происшествии пострадали пассажир и водитель автомобиля ВАЗ, которые доставлены бригадой скорой помощи в Неницкую окружную больницу. Сейчас по данному факту ведется проверка. В Наринмаре и поселке Искателей ночью 24 августа ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Об этом информирует Главное управление МЧС России по Неницкому автономному округу. В связи с этим рекомендуют все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли, сорванные ветром. Подобная угроза вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. Нельзя находиться вблизи деревьев. Если скорость ветра достигает критической отметки, необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении. Более 200 человек в Неницком автономном округе получают в настоящее время лечение от коронавирусной инфекции. Более 800 изолированы Роспотребнадзором, как близко контактировавшие с заболевшими. Такова ковидная статистика на начало недели. За минувшие выходные в регионе выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время в стационаре находится 62 пациента. Амбулаторное лечение получают 169 человек. Всего на лечении с диагнозом COVID-19 находится 231 человек. Большое количество контактных с заболевшими – 861 человек – изолированы сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора и находятся на карантине. Напоминаем, что в Неницком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В школах и детских садах региона с этой недели начали работать пункты вакцинации. Сделано это для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Далее все подробности. Как показала практика, школьники и дети в основном бессимптомно переносят заболевания COVID-19. И, посещая занятия, могут заразить не только своих одноклассников, но и преподавателей, которые находятся в зоне риска. Приближается учебный год. Считаю, что мы должны обезопасить друг друга. Учителя, персонал школы, родители, то есть все взрослое население должно пройти этап вакцинации. На сегодня вакцинация – это один из способов обезопасить себя и своих близких. Школа, как одна из точек, где скапливается достаточно большое количество человек, способствует распространению коронавирусной инфекции. В связи с чем, на последнем оперативном штабе по профилактике COVID-19 было принято решение создать пункты для вакцинации в образовательных учреждениях. Мы понимаем, что опасность заболевания у нас очень велика. Поэтому, учитывая, что мы общаемся ежедневно с сотнями детей, поэтому действительно у нас многие учителя уже привились или сейчас в стадии идут. У нас уже сделали первую прививку. Создание прививочных кабинетов на территории школ будет актуально для учителей не только для тех, которые не сделали вакцину, но и для тех, кому осталось привиться вторым компонентом. Тем самым, создание пунктов вакцинации способствует выработке коллективного иммунитета, что очень важно для стабилизации эпид-обстановки. Также, со своей стороны, хочу сказать, что уже сам вакцинировался. Призываю вакцинироваться всех и сотрудников сферы образования, сотрудников культуры и спорта, потому что очень важно, чтобы мы не уходили на дистанционное образование. Мы должны вместе сформировать коллективный иммунитет. Прививочные пункты создаются для вакцинации педагогов, работников и сотрудников администрации учебных заведений. Василий Хатанзейский, Вадим Стасёк, Телеканал Север. Ещё один повод для праздника. 22 августа по всей стране отметили государственный праздник День флага России. 22 августа на Алие Славе прошёл митинг в честь Дня флага России. Представители молодёжных объединений и первые лица НАО собрались, чтобы отметить государственный праздник. Под нашим флагом, российским триколором, совершались многие великие дела. Это начиная со старых времён, когда одерживались большие великие победы русской армии, открывались новые земли, заканчивая сегодняшней современной историей, когда под нашим триколором совершаются тоже большие дела, большие подвиги. День государственного флага России отмечают ежегодно с 1994 года. Это событие, оно важно не только для нас, оно важно для всей нашей Родины. И сегодня вся наша страна празднует этот большой день. Как отметили выступающие, такие значимые даты, как День флага, выражают дух народа. Символизирует его славное прошлое, настоящее и будущее. С 25 августа в Наринмаре приступят к пробной подаче тепла. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии. До 1 сентября должны быть испытаны все котельные на территории муниципалитета. Соответствующее постановление городской администрации подписал глава Наринмара. Тестовые запуски отопительного оборудования необходимы для оценки готовности теплоэнергетического хозяйства города, выявления недостатков и своевременного их устранения перед началом отопительного сезона. До 4 сентября теплоснабжающие организации и потребители должны предоставить информацию о прохождении пробного протапливания в администрацию города. Напомним, отопительный период начинается, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа начал выдачу разрешений на охоту во время осенне-зимнего сезона 2021-2022 годов. На осенне-зимний период охоты на территории Ненецкого округа определены сроки на добычу охотничьих ресурсов. Подробную информацию вы видите сейчас на своих экранах. Со сроками также можно ознакомиться на странице Департамента природных ресурсов, экологии АПК НАО в социальной сети ВКонтакте или на портале государственных органов региона. Напомню, что для добычи глухаря, тетерева, росомахи и куницы нужно оплатить налоговый сбор за одну особь. Сумма установлена в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Подать заявление на получение разрешения можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг Ненецкого округа, который вы видите на своем экране. Направить почтой в департамент по адресу город Наринмар, улица Лучейского, дом 36, индекс 166-00. Или опустить в ящик у входа в здание департамента в будние дни с 8.30 до 17.30. В населенных пунктах через глав администрации процедура были жалобы на то, что сложно получить. На самом деле, сложности никаких нет. Просто через глав администрации эта услуга оказывается, все отработано. Мы даже направляем эти разрешения на добычу биоресурсов. Ну, когда идет сезон охота на гуся, заблаговременно, включаем в рейсы, просто лет передаем путевки. Ну, то есть в ручном режиме отрабатываем, чтобы не допустить того, что человек по воле случайности стал браконьером. Форму заявления и реквизиты для уплаты государственной пошлины можно взять непосредственно в департаменте или скачать на официальном сайте в разделе «Информация для охотников». Готовые разрешения выдаются по понедельникам, средам и пятницам с 14 до 17 часов. И только при наличии охотничьего билета. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 2-38-65. Как собрать ребенка в школу и сколько это стоит? Таким вопросом задала съемочная группа телеканала «Север». Мои коллеги отправились в магазин канцелярии и про школьную форму также не забыли. О том, сколько денег в этом году придется потратить на первоклассника, знает Елизавета Кабанова. Готовиться к школе нужно заранее. Многие родители уже начали покупать своему ребенку обувь, одежду и спортивную форму. Но без тетрадок, ручек и другой канцелярии ни один школьник обойтись не может. Карандаши разных цветов, ручки в виде животных, альбомы для рисования на любой вкус и цвет. У детей, конечно же, разбегаются глаза. Особенно у тех, кто только идет в первый класс. А чтобы ничего не пропустить и при этом пойти на компромисс со школьником, родители и их дети часто ходят закупаться вместе. Ну, заранее одежду, к примеру, мы покупали в Кирове, там одевались. Ну, а констовары здесь, потому что потом, мне кажется, будет большая очередь. И не дай бог, что-то забудешь, что-то из головы вылетит. И так еще время есть, можно будет забежать и приобрести, если чего-то не хватает. Как с нами поделилась Марина, собрать старшую дочь в школу намного выгоднее и гораздо быстрее. С первокласской же все сложнее. Цветные краски хочу такие и такие. И вот тут тетрадочку, а еще пластилин. Ну и куда же мы без цветных карандашей? Ажиотажа пока нет. Поэтому выбор большой и можно подольше рассматривать канцелярию. Ведь учиться в школе, если у тебя в пенале ручка или карандаш с любимым героем, весело и приятно. Народу очень мало. Может быть, кто-то болеет, может быть, кто-то в отпусках, кто-то в интернете закупается. Поэтому народу очень мало. На стандартный набор первокласски по пять тетрадок в клетку и линейку, обложки, рюкзак, все для труда и рисования, а также полный пенал ручек, карандашей и всего прочего может уйти от двух до трех тысяч. Наш рюкзак обошелся в 2800. Впрочем, мы забыли взять дневник, фартук и клей-карандаш. Но зато у нас была не проливайка для рисования. А дальше мы отправились за школьной формой. Вот смотрите, вот так получается. Девочек, по словам продавца, собрать в школу сложнее. Пару блузок, нарядную и на повседневку, юбка, сарафан, колготки и, конечно же, туфли. С мальчиком все попроще – брюки, жилетка, также пара рубашек и туфли. С теми, кто уже ходит в школу не первый год, ситуация легче. Обычно с предыдущего года остаются вещи, которые можно надеть и в новом учебном году. Сложнее, наверное, одеть первоклашек, потому что им же надо все купить. И блузки, и сарафанчики, и школьную форму, и все. Есть такие покупательники, они, допустим, выпускной в садике, они что-то покупали уже на этот выпускной, такое, чтобы потом пойти и в первый класс. В среднем школьная форма для первоклашки обходится в 7 тысяч рублей. Но это если покупать только самое основное. Получается, чтобы отправить ребенка в первый класс, в месяц в канцелярии придется заплатить около 10 тысяч. Хорошим подспорьем для семейного бюджета становится выплата по президентскому указу. Те семьи, кто в прошлом году не получал выплаты на детей, могут обратиться в клиентские службы пенсионного фонда для подачи заявления. Причем независимо от места жительства. А для тех, кто подавал заявление на единовременную выплату в прошлом году, все намного проще. Самый основной канал – это госуслуги. Поскольку на госуслугах те, кто в прошлом году получал выплаты детские, уже имеется заявление, заполненное практически, сведения о которых нужно в заявлении просто подтвердить, либо в случае изменения просто внести изменения. То есть приоритет, конечно, вот этой форме обращения. Но есть такие категории, как опекуны и попечители, которые должны подтвердить в необходимых случаях свой статус. Поэтому они, как правило, обращаются все через клиентские службы пенсионного фонда. Новые выплаты помогают, но полностью расходы, конечно же, не покроют. Для нашего вымышленного первоклашки мы, например, не смотрели специальные прописи, рабочие тетради и различные пособия. А это еще как минимум пару тысяч. Собрать детей в школу в Ненецком округе – не самое дешевое удовольствие. В Ненецком округе много удаленных от столицы региона населенных пунктов. На вертолете или самолете можно добраться до небольшой деревни Волоковая, которая расположилась в Сосновом Бару. О жизни вдали от городской суеты и местному умельцу расскажет Дарья Чупрова. На берегу реки Пеша стоит деревня Волоковая. В следующем году юбилей – 115 лет с момента постройки первого дома. Слова «я люблю Волоковую» для местных жителей – не пустой звук. Люди тут искренние патриоты своей малой родины и мастера на все руки. Николай Канев на пенсии не сидит на месте. Активно работает. Продолжает дело, которое начал еще его отец. Шьет лодки. Отец раньше меня шил. А потом он говорит, давай я сам сошью. Отсюда, покажи как. Вот это колода. Я тоже с кукурой уже так. У меня еще с сарлиной головой была. Он пришел так, раз-раз еще ушел. Говорит, меня никто не учил. Сам делай. Методом проб и получился первый опытный образец. Тогда Николай разбирал старые лодки, чтобы понять, как сделать свою. Так все и пошло. На следующий год уже сосед сделал заказ. В народе до сих пор говорят, что лодки шьют. Потому что раньше гвоздей не было, и их прошивали ветками, корнями. Помимо лодок мастер трудится и над другими изделиями. Это, например, клумба для цветов. Легких путей Николай тут не ищет. Из кокоры в нижней части ствола дерева с крупным корнем делает голову лебедя. До этого и собачью голову мастерил. И орлиную. Ориентироваться приходится по ходу действий. Дерево – материал сложный. Самый любимый – это, конечно, елка. Это, конечно, делается с елки. Но елка, как один мастер, умирая, сказал, всем прощай, только не прощай еловому суклу. Потому что что делаю, делаю. Я делаю сук со скотчей, и у тебя материал уже портится. Кроме своих увлечений, труженик успел за два года построить дом. Вместе с этим получается и женой хозяйство вести. Делать заготовки на зиму. Как и все в деревне, выращиваю огурцы. И в этом году первый раз выращивала помидоры. Кабачки выращиваю. Но сейчас все заросло, потому что осень уже практически. В этом году все рано. Сам Николай выращивает клубнику. Начал больше 25 лет назад. Захотелось попробовать. Ведь чай не пьет, кофе не пьет. А вот морс – пожалуйста. Ну, много лет все занимаюсь этим, что-то мне это нравится. Вот сам, и никого, ни жену, никого, ни денег, никого. Сам, вот сам нравится, люблю оттек заниматься. В этом году решился на некоторые изменения. Где-то я слышал, я не помню уже. Или видел, или слышал, что вот так поднимают. Давай, думаю, вот так сделаю. На будущий год посмотрим, что там, какой урожай будет. Летом, как говорят местные жители, в деревне оживление. Приезжают погостить родственники и те, кто здесь жил раньше. Из Наринмара летят полные самолеты и вертолеты. А осенью улетают назад в город. Места здесь и впрямь красивые. Деревня расположена в этакой чаще из соснового бора. Но главное ее богатство – это, конечно, люди. Всего в Волоковой постоянно живут около 50 человек. Дарья Чупрова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.